У нас такой музей, например, такой музей! Добрый вечер, ребята! Кокар-кар! Мы хотим показать буква Ешке наш музей удивительных вещей. Ух ты, интересно! Так-так-так, шарик какой-то. Это про прадедушка очков. Да? А нитка? Про бабушка музыкальной струны. Да? Угу. А соломинка? Ммм, а соломинки здесь не было. Откуда она? Это я её принесла. А соломинка тоже чья-то прабабушка? Да, это прабабушка всех труб на свете. Как? Что? Не понимаю. Соломинка и трубы, что у них общего? Не догадываетесь? Нет. Тогда, буква Ешка, мне понадобится ваша помощь. Ага, так, да. Мне нужен стакан сока и соломинка для питья. Вы хотите пить? Пожалуйста. Кривли-крабли, бумс, псс, 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 псс. Ой, спасибо. Кстати, замечаете? Настоящая соломинка и вот эта для питья очень похожа. Ага. Именно так по трубам в наши дома приходит вода и поднимается на любой этаж. Хоть на вершину Останкинской телебашни. По трубам в дома приходит газ, на котором готовят еду и подогревают чай. Вот так. И это все благодаря обычной соломинке. Здравствуйте, меня зовут Люда. Я живу в городе Ярославля. Он стоит на большой реке Волга. А как вы думаете, почему он так называется? А откуда же мы можем знать, почему? Ну, ну, догадываетесь? Нет, конечно же, из страны энциклопедии. О-о-о! Так, алло, страны энциклопедии, а здравствуйте, мы хотели бы поговорить с мудрым вороном. Спасибо большое. Добрый вечер! Ой, здравствуйте, здравствуйте! Уйди, уважаемый ворон! Помогите нам, пожалуйста. Чем смогу, помогу! Нам надо срочно узнать, почему город Ярославль имеет такое название? Интересный вопрос. А, ответ? И ответ тоже интересный. В давние-давние времена на берегу русской реки Волги был огромный лес, и жил в этом лесу страшный медведь. А чем он был так страшен, уважаемый ворон? Он людей обижал, на коров и лошадей нападал, и не было от него защиты. И какой-нибудь герой пришел, и этого медведя победил, да? Верно. А звали этого героя князь Ярославль. И поэтому город и назвали Ярославль. В честь князя Ярослава, конечно! Какая интересная история. Спасибо, уважаемый ворон! Спасибо! Всегда рад помочь! Вот и все на сегодня. А теперь настало время прощаться с ребятами. Спокойной всем ночи! Кар-кар-кар! Спокойной ночи, девочки и мальчики! Субтитры подогнал «Симон»!